В Феодосии задержаны злоумышленники, повредившие один из немногих в Крыму подводных памятников истории – теплоход «Жан Журес». Судно пролежало на дне Феодосийского залива более 70 лет. По факту нарушения возбуждено уголовное дело. Судно длиной более 100 метров подорвалось на подводной мине в январе 1942-го. Несмотря на то, что корабль лежал на глубине всего 15 метров, за 70 лет его так полностью и не исследовали. Часть трюмов до сих пор остаются закрытыми. Это место очень популярно среди дайверов. «Жан Журес» – один из таких объектов, очень интересный для рек-дайвинга, дайвинга на подводные кораблекрушения. И, конечно же, наша задача – сохранить его для потомков и в том числе использовать весь туристический потенциал такого места, такого памятника. Да и для Феодосии это, конечно же, будет интересно. У троих жителей Феодосии на этот счет было другое мнение. С целью наживы они демонтировали одну из внешних частей корабля и на катере доставили ее на берег. Там и были задержаны правоохранителями. «Возбуждено уголовное дело по статье 243 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия. В настоящее время задержанные привлекаются к уголовной ответственности». За подобные нарушения Российский уголовный кодекс предусматривает штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Виталий Попач, Время новостей, Феодосия. Феодосия Феодосия